Итак, решила я записать это видео, чтобы дать посыл, накинуть несколько идей людям, которые собираются выезжать из Украины или которые уже за границей в Европе. Итак, в трех словах, что я хотела сказать. Я объясню ситуацию, в которой сейчас нахожусь я. Например, у нас здесь собралась в нашем отеле очень много украинских людей. Они приезжают и приезжают. Сейчас уже мест нет. Сейчас расселяют в других отелях. Но что я хотела сказать. Да, волонтеры помогают. Допустим, смотрите, как мы пересекали границ в Словении, в Чехии, в Берлине. Там на ЖД везде были хорошие, добрые, открытые волонтеры, которые объясняли, куда поехать. Предлагали, там же на ЖД были продукты, питание, необходимые вещи. Все это давалось бесплатно. Теперь на месте, приехавши сюда, Нидерланды. По факту нам сказали самые необходимые вещи. Пишите на список, даете нам, волонтерам, и мы будем вам помогать, предоставлять то, что вы написали. Окей, теперь вам рассказываю, как ситуация происходит на самом деле. Те, которые смотрят мои видео предыдущие, то они знают, что, допустим, я ждала своего врача целых три дня. В воскресенье мы попросили врача. Его нам не дали, не смогли найти. Я не знаю, по какой-то причине. В понедельник сказали, что в понедельник будет врач, но его так и не было. Только во вторник нам сказали, что в 12.15 вы должны собраться на входе в отель, придут люди-волонтеры и отведут вас к врачу. То есть мы должны были идти куда-то. Мне уже, слава богу, мне стало легче. То есть, слава богу, температура спала, и я посчитала, что мне не нужен врач. Все, что я у них попросила, говорю, мне уже все, со мной все хорошо, дайте мне лишь, пожалуйста, лимон и имбирь. И я вам говорю все, как они мне сказали. На тот момент рядом стоял волонтер, который не говорил на русском, и стоял рядом волонтер, которая говорила. Ее специально пригласили, чтобы она пошла с теми людьми, которые идут в больницу, чтобы она могла переводить врачам и слова, и слова врача только русскоговорящим людям. Итак, когда я попросила о лимонии и имбире, на что мне волонтер, который не говорит на русском, который здесь местный житель, она мне говорит, окей, вы можете купить в любом супермаркете это все. Я это все прекрасно понимаю, но сейчас сложились обстоятельства. Я же вам говорила, в Словении мы не смогли обменять гривны. Дальше мы быстро голопом по Европам в Чечехии, быстро просто пересаживались на поезд с Чечехии в Берлин. Быстро с Берлина мы, в принципе, сразу прилетели сюда, в Нидерланды, в Амстердам. И здесь, в городе, в котором мы находимся, здесь нет пункта обмена валюты. То есть мы заходили в банк, мы спрашивали, мы не можем. Пока что в Амстердам мы сейчас не едем. Кстати, поскольку говорят, что все передвижение для украинских граждан является бесплатным, это не совсем так. Люди, которые пытались выехать здесь из местной метро, именно метро, а не поезд. Поезд для нас был без проблем. А вот метро, начинается вопрос, а почему вы едете? То есть, если предоставляешь просто паспорт, почему вы едете? Надо объяснить причину. То есть просто так, например, если вы скажете, а, я хочу в город посмотреть, я с одного города хочу в другое, вам скажут нет. То есть надо объяснить причину. Вот. И, в общем, когда мне волонтер сказал, окей, вы можете купить это в супермаркете, я говорю, хорошо, но мы еще не были в Амстердаме, потому что здесь у вас в городе, мы не можем поменять деньги. И, собственно, мы еще не были в Амстердаме для того, чтобы их менять на евровалюту. И, в общем, когда я сказала, что, говорю, у нас сейчас, наверное, нет денег, чтобы купить что-либо в ваших магазинах, она говорит, рядом стояла женщина уже, которая говорила на русском, она говорит, о, окей, тогда я вам куплю. Вот так вот она сказала, окей, тогда я вам куплю имбирь и лимон. То есть, ну, в общем, сложилась такая не очень приятная ситуация. То есть не волонтер сказал, окей, мы вам предоставим, не переживайте, а мне изначально сказали купите. То есть, ну, тут логично, то есть нас средств сейчас нет. Мы полностью вот эту всю Европу мы проехали, не тратив ни одной копейки, потому что элементарно мы не могли нигде поменять деньги. Сейчас там, где мы можем, мы пока что не можем туда доехать. Но, слава богу, даже после такого вот разговора, в этот же день мне вчера любезно предоставили лимон и имбирь, благодаря чему я имею возможность подлечить свое горло. Теперь еще один момент по поводу еще, как бы, помощи волонтеров. То есть, да, у нас есть крышевая голова, у нас есть что кушать, слава богу, с лечением, проблемой, как вы видите. И у нас есть в группе маленький ребенок возраста где-то 4 лет. И мы 3 дня назад, они спросили, что вам нужно, то есть, поинтересовались. Мы сказали, что у ребенка порвалась обувь, там дырочка, и уже пальчики начали... В общем, порвалась обувь, и они сказали, окей, и в итоге это уже третий день, когда до сих пор они не предоставили обувь. Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот такая вот ситуация. То есть не все сложено, не все у них как-то так организовано, и самые необходимые вещи ты не сразу получишь. И знаете, сейчас я смотрю разные видео, например, на украинском ТСМ, это телеканал, где новости показывают на других пабликах, то, что люди рассказывают, пишут. Я понимаю, что для себя, вот, лично мы сделали правильно то, чтобы мы нигде не останавливались. Ни в коем случае не останавливайтесь на ночлег, ни в одной из стран, которые не жуют с Украиной. Это табу. Езжайте дальше. И по ходу делу определяйтесь, в какую страну выходите. Но ни в коем случае не те, которые прям сразу на хранится с Украиной. Потому что там, там обрал, там очень много людей. Очень много. И просто, ну, там будут не очень хорошие условия, и вам будет некомфортно, вам будет неудобно. И дело даже не в том, что я смотрю видео, где уже люди обращаются, люди, которые живут, допустим, в Польше уже давно, тоже украинские, и обращаются к нам и говорят, украинцы, перестаньте вредничать, перестаньте капризничать. То, что вам дали, говорите спасибо. Я за это. Я за это. То есть, ну, не надо капризничать. Но я просто даю вам совет, что если есть возможность, возможность есть, потому что транспорт бесплатный, поезда бесплатные, выезжайте из стран, которые между Украиной. Ну, а дальше-таки я хочу присоединиться к мнению многих людей, которые обращаются к украинцам и говорят, что, уважаемые украинцы, пожалуйста, прошу вас, ведите себя культурно, ведите себя хорошо, потому что, да, то, что делает Европа, то, что делают люди из Европы, они помогают, они отдают свое, понимаете? Они любезно предоставляют вам крышной головой еду, лекарства, необходимые вещи. Это из их кармана, часто из их кармана, понимаете? То есть, они хотят помочь. Поэтому просто принимайте это, будьте благодарны и не грутите носом, потому что это только начало войны, это только полмесяца прошло, понимаете? 13-й день войны. А что будет через месяц, через два, если война до сих пор не закончится? Люди будут все равно ехать, ехать, ехать в Украину, а отношение к украинцам будет все хуже, хуже и хуже. Вы понимаете, к чему это ведет? Так что я вас очень прошу, будьте культурными, будьте понимающими и берегите себя.